всем привет дорогие друзья из солнечной алании привется меня зовут анастасия я живу в алании и в турции уже более 10 лет и на моем канале вы можете увидеть много интересных а самое главное полезных видео о жизни отдыхе и путешествиях по турции поэтому подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх пишите комментарии задавайте вопросы в описании к моим видео есть много полезных ссылок о том как забронировать дешево билеты и гостиницы а также как получить скидку для путешествий по турции и для покупки туров по всему миру поэтому подписывайтесь и присоединяйтесь к нашей дружной компании сегодня мы с вами едем в из мир и в этом видео я расскажу вам пять основных секретов бронирования дешевых отелей по турции но и также вы можете воспользоваться этими советами когда путешествуете в любую другую страну на этой дороге расположено большое количество как пятизвездочных отелей так и отелей три звезды вот например один из них за деревьями а также расположено большое количество аппарат отелей отелей где вы можете снять виллу ну и конечно же по направлению к анталии есть большое количество супер пятизвездочных отелей которые являются отелями все включено или ультра все включено вот так вот выглядит типичный отель на побережье алании здесь ближе к манов году уже в мановгате они находятся на некотором расстоянии друг от друга большое количество отелей также строится ну а когда вы проезжаете конаклы а в салару куджалар и другие района аланьи то там отели стоят один рядом с другим и как я уже сказала выбрать отель вы можете по своему бюджету предпочтениям и так далее мы уже около мановгата мановгате также расположено большое количество отелей и смотрите наше видео о том как мы были мановгате ездили на титриен гель и делали обзор с пляжа одного из отелей а Продолжение следует... Спустя три часа по дороге в Измир мы приехали в городок, который называется Коркутелли. Небольшой городок находится в 50 километрах от Анталии. На экране вы можете видеть карту, где расположено, как далеко от Алании расположен Измир, Анталия, Коркутелли и так далее. Здесь проживает около 50 тысяч человек. Здесь мы сделаем небольшую остановку на перекус и поедем уже дальше в Измир. Продолжение следует... Город Коркутелли расположен на высоте 1020 метров и у него очень интересная история. В древности город носил название Исионда и был расположен в Малайзийской области Писидия. Нынешнее название Коркутелли происходит от имени османского принца Коркута, убитого в одной из местных пещер своим братом Султаном Селимом I. И, кстати, у города Коркутелли есть город Побратим, польский город Побратим Яруцин. Еще один интересный факт о Коркутелли, это то, что в Коркутелли выращивается 54% всех выращиваемых в Турции грибов. Выращивают два вида культивируемых грибов и один из них это так называемый листовой гриб. Я не знаю, как он точно называется по-русски, кто знает, обязательно посмотрите и напишите в комментариях. В общем, Коркутелли является столицей, грибной столицей Турции, поэтому в центре города, когда мы проезжали, вы видели даже скульптуру, грибную скульптуру. Поэтому, когда вы покупаете грибы в Турции или грибы из Турции, если они где-то продаются за границей, то обязательно вспомните о том, что выращиваются они в Коркутелли, недалеко от Анталии. Мы проехали половину пути, в горах снег и по дороге расположены вот такие вот небольшие домики, кафе, где можно покушать гёзлиме, выпить чай, кофе и чуть-чуть отдохнуть. Мы остановились на отдых. Вот здесь вот прибежал такой кот, я ему дала сосисок, и он уже маленький, но слопал две огромные сосиски. Да, друзья, здесь уже прохладней, потому что, как вы видите, лежит снег. И прошу прощения за мой голос, после Стамбула, где была очень переменчивая погода, я немного простыла, но всё нормально. И первый совет, наверное, который очень важен не только, когда вы путешествуете, покупаете билет, а вообще, когда вы что-либо планируете, вы всегда должны определиться с вашим бюджетом. Это очень важно. Самое главное определиться со своим бюджетом и понять, сколько вы хотите потратить на вашу поездку. Если у вас бюджет, например, 1000 долларов, вы не сможете остановиться в отеле, который стоит, ну, грубо говоря, там, 300 долларов за ночь. Поэтому самое главное определиться с бюджетом и в соответствии с этим бюджетом уже подбирать себе отель, посмотреть, сколько будут стоить билеты на самолёт и так далее. Поэтому первый и самый главный совет это, когда вы что-либо планируете, всегда определитесь с бюджетом. И подумайте о том, какую сумму вы можете выделить за рамками этого бюджета, ну, мало ли, вам придётся за него выйти. Поэтому, например, если, ну, приблизительно наша вот эта вот поездка в Измир, грубо говоря, стоит 3000 лир или 2000 лир, или там, я не знаю, 1000 лир, смотря куда вы едете, то, например, на отель в зависимости от количества ночей и так далее по всем нашим факторам я выделяю, например, 1000 лир. И я знаю, что я буду искать отель примерно вот в этом диапазоне. Поэтому всегда определяйтесь с бюджетом, это очень важно. И определяйтесь с той суммой сверху, ту страховую сумму сверху, если вы выйдете из своего бюджета, сколько вы сверху ещё можете потратить. Ну, а мы едем дальше, дальше в Измир. И котик ходит и просит ещё сосисок, такой маленький, куда он убежал, а столько в него влезло. Сейчас мы заехали на территорию города Денизли. Многие из вас здесь были, а именно потому, что вы приезжали сюда в Памоккале. Да, Памоккале расположено именно здесь. Но чем ещё знаменит город Денизли? Город Денизли знаменит своим текстилем. Именно здесь расположено очень много текстильных фабрик, а также особой породы петухов, которые выращиваются здесь, в Денизли, и знамениты не только по всей Турции, но и во всём мире. В Денизли проживает около 700 тысяч человек. Это достаточно большой промышленный город, а также туристический район, знаменитый, конечно же, не только в Турции, но и во всём мире своим знаменитым Памоккале и историческими достопримечательностями. И пока мы с вами едем в Измир, я делюсь с вами советами, как бронировать отели в Турции. Ну и вы также можете их променять при бронировании отелей в других городах. Помимо того, что вы должны определить свой бюджет, старайтесь бронировать заранее. Конечно же, можно бронировать в тот же день, но когда вы бронируете заранее, у вас больше выбор, скажем так, среди тех номеров, которые вы можете забронировать. И обычно, бронируя заранее, бронь выйдет вам дешевле. А также вы сможете забронировать с оплатой в отеле, а не с оплатой прямо вот сейчас, которая не возвращается. Это, кстати, очень важный фактор, бронировать с оплатой в отеле. Почему? Потому что много раз, когда мы приезжали в какой-либо отель, я всегда смотрю комнату, где мы будем жить. И если мне эта комната не нравится, я просто ухожу из этого отеля и говорю, что нам не подходит, и мы хотели бы уехать в другой отель. Бронируя отель заранее, вы также можете забронировать несколько отелей на вашу дату. И далее воспользоваться бесплатной отменой бронирования, что вам также позволит сэкономить ваши средства. И вы не должны будете, вы не потеряете деньги и не должны будете оплачивать какую-то сумму брони. Поэтому старайтесь всегда, всегда бронировать заранее. Я, конечно, этим грешу. Я иногда бронирую чуть ли прям не в тот же день. Но все из-за того, что выбор отеля для меня это всегда больная тема. Потому что я всегда ищу отель с хорошими отзывами, в хорошем месте и по хорошей цене. И самое главное, чтобы он был в тихом месте и чтобы стены в отеле были не бумажные, не картонные. А чтобы они были достаточно солидные. Чтобы не было слышно соседей или тех, кто ходит по коридору и так далее. Поэтому сейчас наша поездка в Измир, я отель бронирую прям на ходу. Потому что я за день до этого прилетела со Стамбула. У меня не было времени. И я решила, что я забронирую отель в Измире по дороге в Измир. И, кстати, бронируя отель, есть еще один очень, наверное, самый-самый важный фактор, как сэкономить. О котором я вам расскажу чуть позже, когда мы уже отправимся дальше в нашу точку назначения. Муккале находится от нас справа. А мы продолжаем свой путь в Измир. Также Денизли – это один из самых известных термальных районов Турции. Здесь находятся термальные отели. Сюда можно приезжать на отдых, на лечение. В общем, очень интересный, примечательный район, который обязательно стоит посетить, когда у вас есть время и когда вы приезжаете в Турцию. Если у вас времени мало, то обязательно отправляйтесь в Муккале, в которое мы также с вами съездим в ближайшее время. Если хотите, то ставьте пальчики вверх и пишите комментарии, если хотите поехать вместе с нами в Муккале. Ну и, конечно же, отправляйтесь туда, когда вы отдыхаете в Алании. Мы уже в городе Айдин, пришли попить чай. 5 часов в машине, я использую немного чай, я немного плачу. Да, Айхан немножко устал, постоянно за рулем, поэтому что нужно сделать? Нужно выпить чай. Айхан, вот здесь чай в Аланиях паркетах? Да, здесь у нас немного плачу. Суэтипляр чай. Какого чай лучше? Я в Аланиях чай лучше, потому что она, может быть, дамактаном добавляет. Поэтому мы пьем чай и до Избира нам осталось еще около 2-3 чай. Продолжение следует... Черт. Когда вы бронируете отель, обращайте внимание на то, какие дополнительные услуги входят в стоимость номера. Входит ли в стоимость номера, например, завтрак. У нас в этом отеле завтрак входит, а, например, в отеле, где я была в Стамболе, завтрак нужно было оплачивать дополнительно. Поэтому обязательно обращайте внимание, входит ли завтрак, есть ли парковка, есть ли в отеле, например, хамам или сауна, и являются ли они бесплатными. Обязательно узнавайте, входит ли в стоимость вашего номера завтрак. Потому что это очень приятный бонус, который позволит вам сэкономить достаточно хорошую сумму, если вы едете не один, а с семьей или с компанией. Поэтому завтрак – это очень приятный бонус и дополнительные функции, которые позволяют экономить на бронировании отелей. В нашей гостинице вот такой ресторан. В комментариях я читала, что завтрак здесь очень хороший. Здесь есть финики, мёд, кстати, мёд натуральный. Можно также взять различные варенья, масло, есть яйца как жареные, так и варёные. Варенья, есть овощи, картофель. Здесь тоже что-то было, но мы пришли поздно, поэтому нам не хватило. Салат, различные фрукты. Здесь, скорее всего, должен был быть суп, огурцы, помидоры, различные оливки. Сыры уже закончились. И пекмес, хумус, различные соусы, молоко, есть микроволновка, хлеб, чай и кофе. Ну и, конечно же, сок и вода. Сейчас я вам покажу, что я взяла. Я взяла себе на завтрак яйца, огурцы и овощи на пару. А у Айхана здесь масло, яйца, картофель. В общем, всем приятного аппетита! Одним из самых важных лайфхаков, когда вы бронируете отель либо в Турции, либо в каком-то другом городе, стране и так далее, является то, что необходимо сравнивать цены на различных сайтах. В описании ко всем моим видео есть ссылка на бронирование отелей. Заходите, смотрите. Я надеюсь, что они вам будут полезны. Там вы можете выставить фильтры по цене, по звездности, по отзывам, по тому, что включено в стоимость, что не включено. Поэтому заходите, смотрите. Я думаю, что они вам будут полезны. Выбирая отель на каком-либо сайте, вы увидите определенную цену. Но если вы хотите сэкономить, позвоните в понравившийся вам отель и узнайте, сколько будет стоить бронирование номера напрямую в отель. Иногда бывает так, что на сайте оказывается дороже, чем если забронировать напрямую в отеле. Иногда бывает и дороже. Иногда бывает так, что на сайте по бронированию отелей дешевая цена, низкая цена, а в отеле цена более высокая. Поэтому выбирайте понравившийся вам отель и сравнивайте на различных сайтах цены. И плюс никогда не забывайте позвонить в отель или написать. Вы можете написать по электронной почте также в этот отель. Если вы не знаете турецкий или какой-то другой язык, попросите кого-либо, чтобы позвонили и помогли вам узнать цену при прямом бронировании. Поэтому не стесняйтесь, сравнивайте цены, звоните и узнавайте напрямую в отелях. Это очень важный лайфхак. И именно в этом отеле мы сэкономили достаточно крупную сумму, забронировав не через сайт, а забронировав напрямую через отель. И многие из вас обращаются ко мне с вопросом, Анастасия, посоветуйте, пожалуйста, хороший отель в Алальне, в каком отеле остановиться, какой отель лучше, какой отель на пляже таком-то, какой отель с завтраком, все включено, чисто и красиво и так далее. К сожалению, в этом вопросе мое мнение будет очень субъективным, а точнее даже очень необъективным, потому что я живу в Алальне и я не останавливаюсь в отеле. И всем советую смотреть отзывы туристов. Если вам нужен какой-то отель или вы едете с туром и хотите узнать, подойдет ли вам, хороший ли отель, который вам предлагают в туре, заходите также на сайт по моей ссылке и ищите этот отель и читайте отзывы всех туристов. А самое главное, обращайте внимание на негативный отзыв. Я никогда не читаю положительные отзывы, я всегда читаю только негативный отзыв. Поэтому, если вам нужен какой-то отель, заходите по ссылке в описании, выставляйте все фильтры, там есть и карта и место расположения отеля, насколько они близко, далеко от пляжа и так далее. И самое главное, читайте отзывы. Ну, в принципе, это подходит при бронировании отеля в новом городе и стране. Ну и еще одним важным лайфхаком, который также так или иначе относится к отелям, это трансфер. Если вы хотите сэкономить при бронировании отеля, точнее при проживании в отеле в каком-либо городе, вы можете воспользоваться общественным транспортом для того, чтобы добраться до вашего отеля или так называемыми трансферами, общественными трансферами. Если мы говорим о Стамбуле, например, то это Хаваист или Хавабас, если это Алания, то это Хаваш. Стоят они достаточно дешево. Ну и, конечно же, многие отели предлагают трансферы. Например, ценовая политика на трансфере отелей совершенно разная. В одном из отелей, когда я проживала в начале февраля в Стамбуле, я воспользовалась трансфером, и он стоил мне 60 лир до аэропорта. А в последнем отеле, в котором я проживала, мне предложили трансфер за 60 евро. Поэтому, конечно же, я поехала на общественном транспорте. Поэтому смотрите, предлагает ли отель трансфер. Если у вас много человек, возможно, это будет дешевле. Ну и если вы хотите сэкономить, конечно же, пользуйтесь либо общественным транспортом. В Турции он очень хорошо развит. Из аэропортов идет много автобусов, общественного трансфера, трамваев и так далее. Поэтому, друзья, если вы хотите экономить, пользуйтесь моими советами. Этими же советами я пользуюсь и сама при бронировании отелей. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Мы сейчас в Измире. Следующее видео будет об уличной еде в Турции, о так называемом фастфуде, о котором Айхан расскажет нам все самое интересное. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, заходить в описание к видео. Там много полезных ссылок для бронирования авиабилетов, отелей и самое главное, есть промокод для покупки тура в Турцию и по всему миру со скидкой. Поэтому заходите, смотрите, обязательно подписывайтесь на наш канал и не пропускайте много интересных видео о жизни, отдыхе и бизнесе в Турции. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока и добро пожаловать в Турцию!